Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вроде как настроено все хорошо, а куда надо нажать, чтобы здесь игра началась? А, наверное, на фотку. Фотку из... Современные школьники, наверное, не знают, что такое Polaroid. Это такие волшебные фотографии маленького размера, которые проявлялись сразу после того, как сделан снимок. Почему-то вот у этого заставочного мультика отсутствуют субтитры, хотя они включены. Возможно, что здесь непереводимый какой-то диалект или посчитали ненужным. Это похоже на чертовски талантливую рисовку в Пайнте. Это даже очень хорошо иногда, что в игре не запариваются насчет графики. Это значит, что в ней должен быть просто офигительный сюжет. В жизни каждого случаются взлеты и падения, приятные неожиданности и трагические потери, новые друзья и предательства. Все мы порой мечтаем вернуться в прошлое и исправить свои ошибки. О, да, я бы вдул твои училочки по-английскому. Но что будет, если человек, у которого появился такой шанс, клептоман, социопат и вообще полный придурок? Что будет? Будет чертовски веселый трэш, значит. Чувак, я тебе базарив. Он не выходит из комнаты. Я его уже полгода не видел. Уже не помню, как он выглядит. Ха? Так он даже туалет не выходит? Неа. Наверное, для этого ему нужны все эти ведра. Может, он сдох? Неа. Он иногда рычит из-за стенки. Рычит? Рэндл, надеюсь, вы говорите не про свадебный подарок. Расслабься, крошка. Мы говорили про его соседа. Да. Думаю, мой подарок не сможет рычать. Наука пока не дошла до создания свиньи-рэпера. Придется придумать что-то другое, Мэтт. Не парься, чувак. Главное не подарок, а обертка. Ребята, я не желаю никаких спектаклей на свадьбе. Это вам понятно? Спектаклей? Что ты имеешь в виду? Вы меня отлично поняли. Мы с вами уже давно дружим. Я знаю, как вы себя представляете незабываемые моменты. А, диалог, да? Как, например, когда я послал заблудившихся монашек в лесбий-клуб? Например, когда я выставил на аукцион вставные челюсти бабули Мэтта? Ты про тот случай? Когда мы пытались вызвать дух пьяного Фредди Мелькьюри? А, монашек. Лесбийский кук. Ха, это было незабываемо. Да, уж было смешно. Не буду врать, но говорю еще раз, на свадьбе мне такие выходки не нужны. Намечается самый важный день в моей жизни, и я не хочу, чтобы вы его испортили. Ну, как хочешь. Но все знают, что Мэтт может быть романтиком, если захочет. Все кроме меня, да? Ни хрена не глотают. Брось, Салли, я почти каждый день говорю, что люблю тебя. Я мега романтик. По-моему, прорыгать признание или перевести его в бинарный код, это не романтик. Нет, романтично прорыгать его в бинарном коде. Мэтт всегда так старается, видно, что он вот-вот задохнет. А, кстати... Что это мы такое пьем? Где вы пройдете медовый месяц? Значит, жить мы собрались у Мэтта. Ну, я уверен, что Пьюта не разбодяженная пьет, как этому секси-официантка. Вместо чаевых я бы ей выдал в пасть, чтобы у нее хоть какой-то секс был в ее жизни. А где вы пройдете свой медовый месяц? Ну, думаю, в Италии будет романтично. Биг Бен, Эфелева башня, Пантеон. Как хочется все это увидеть. Это же в Англии. Салли, я говорил, все эти штуки в Германии, а я хочу съездить в Ливию. Страшная охота поглазеть на пирамиды. А, географический кретинизм. Круто, круто. Значит, жить мы собрались у Мэтта. Ага, да, пока что план такой, но я уже ищу новую квартиру. Зачем она куда-то переезжать? Мама только что купила мне мегаварку 9000. Я не понимаю. Блин, что, правильный вариант был, что мы пьем? А что это мы пьем? Да, какое-то пиво вроде, да, что-то вроде того, наверное. Скучаю по эпохе Грога. Вот это были времена. А, еще бы. Пойду попудрю носик. Зайка, захвати нам еще пиво на обратном пути. Окей. Вам все мало? Это, чтобы ты стала еще красивее. Только пообещай не блевать в этот раз. Ты что, как он может такое пообещать? Салли, раз мы собираемся пожениться, ты должна мне верить. Мне самому надоело блевать. Это ж бред. Платить за то, что из меня выходит. Понимаешь, я надеялся, мы отметим нашу помолвку как-то более романтично. А знаете, что офигенно романтично? Да, угадаю. Выпить еще пиво? Салли, я, блин, в шоке. Ты читаешь мои мысли. Чувак, зацени. Обручальное кольцо для Салли. Как тебе? На вид дорогое. Ну, если деньги девать некуда... В том-то и дело. Купил за пакетик чипсов. Так не бывает, Мэтт. Если украл, так и скажи. Я тоже иногда беру чужое. Чего что? Я знаю. Все знают. Но я его не крал. Вы меня у бомжа, который живет в моем районе. Кажется, ты ему нравишься. Было реально странно. Мужик полный псих. Долго втирал мне, что это кольцо разрушило его жизнь. Что оно проклятое, что оно уничтожит весь мир. Может, это метафора? Чувак, спитал ему чипсов, а он тебе кольцо. По-моему, он на тебя запал. Да ладно тебе, Рэнди. Короче, я отнес его к велиру и мне сказали, что это чистое золото 9999-й пробы с сапфирово-рубиновым бриллиантовым покрытием. Им можно резать стекло и даже машину завести. Да ладно. Так, заценю. Чувак, ты мой лучший друг, поэтому ты здесь. Но не клади свой клептоманский глаз на мое кольцо. Ты так и не простил мне тот случай с робокалькулятором? Мы же были детьми. Не, я никому не даю кольцо. Как хочешь. Ей понравится, красивая вещь. Ах, ты грёбаный Фродо. Красивая? Это ещё слабо сказано. Это же самое чудесное и невероятное кольцо в мире. Чем дольше я смотрю, тем больше я хочу оставить себе. Ну, мы знаем, на что это намёк. Что ты хочешь оставить себе? Э-э-э-э, еду не лает, сегодня никакой рвоты. А, ну ладно, парни, последний раунд. Пять раундов спустя. Хрена у них глаза. Всюду хлам, куда ни кинь взгляд. И всё это уже начинает херово пахнуть. Я уже реально боюсь к его двери подходить. Вдруг на меня что-нибудь накинется. А по-моему, он сдох. Не, чувак, горюшки, он рычит из-за стенки. Ребята, мы собирались отметить нашу помолвку. Почему опять разговор про соседа Рэндала? Эй, бери в голову, он всё равно уже сдох. А где будет свадьба? Мне нравится церковь Святого Гилберта. Но Мэтт слышал, что там в подземелье замурована трёхголовая обезьяна. Теперь мне страшно. Да ладно. Тогда я даже не знаю. Вы напоминаете мне пару хомяков-алкашей, которые были у меня в детстве, а они долго жили. Помнишь, Мэтт? Наверное, мы не закончим, как те бедные грызуны. Чувак, да только без нотации. Я не знаю, как они оказались там. Наверное, с катушек съехали от стресса и алкашки. Земля им пухом. А, ну, наверное, с меня на сегодня хватит. Чего? Милый, тебе тоже хватит. Мне? Почему? Психерали. Мэтт, я очень не люблю, когда у тебя глаза смотрят в разные стороны. Правда? Я люблю. Серьезно, Мэтт. На сегодня хорош. Нихуясь. А заебокс. Нормально. А вот и блеводка озорная. Ну вот, Рэндалл, проверь, как он там. Не хочу опять портить туфли. Я же говорил, что его вырвет. Это его суперспособность. Надеюсь, он не будет так много пить после свадьбы. Уверен, через пару месяцев семейной жизни он перейдет на что-нибудь покрепче. Героин, например. И там фетамины. На чай, деточки, дадим что-нибудь? У нас же так старается, там, натирает стойку. Нет, не заслужила, к сожалению. Ха-ха-ха-ха, это в духе Мэтта. Эй, Мэтт! Мне позвать отца Роя на обряд экзорцизма! И себя шоторвода фонтанирует! Ну, по крайней мере, ты больше не плюешь лежа на горбу. Я ж уже взрослый. Юбик. А, не могу вспомнить, как мы раньше это называли, прикинь? А, кажется, вспомнил. Беконовый голем. Не, не так. А, да шо ж такое, а как? Мэтт везучий. Мэтт везучий. Хрен вонючий. Точно. Чак, ты знаешь, что я думаю о твоем пенсии? Знаю, кореш, но это же не вечеринка, если Мэтт Гриффин не проблюется. Знаю. Но я как-то волнуюсь за тебя. Ты еду совсем не жуешь. Я только что видел целую котлету. А знаешь, я тут смотрел по телеку передачу про голубей. А они врубились в тему. Вообще, я все глотаю целиком. А дальше пусть желудок разбирается. А еще они торчат на пароводах и гатят людям на бошки. Ты тоже так хочешь? Мэтт, я вообще не прочь потратить всю зарплату на выпивку, но тебе стоит немного тормознуть. Знаю, кореш, сегодня жизнь преподала мне ценный урок. Да ладно, я какой-то. Всегда проверяй, нет ли бомжей в переулке до того, как начинаешь блевать. Салли очень злится. Брось, просто она переживает за тебя. Лично я рад смотреть, как ты смеешься смертью в лицо каждый день. Вот, смерть, наверное, реально на тебя сердит. Так, вроде бы все. Обнимемся? Ни за что. Моя вера не позволяет обнимать одержимых. Да, помню твои правила. Один, не обниматься. Два, не делиться. Три, не говорить с незнакомцами. Ты забыл самое главное. Не нарушать пространственно-временной континуум. Итак, дамы и господа, Мэтт Везувий снова в деле. Следуй за мной, Рэндалл. Не отставай, эта ночь будет легендарной. Пока что эта игра состоит из одних разговоров. Эм, Мэтти, ты что-то обронил. О, бумажник, он же калиптоман. Все. Присвоено. Ты слышал, Рэндалл? Кажется, они здесь. Бежим! Милая, я уже лучше. Отлично. А теперь, подружись, объяснись, зачем на моей вечеринке эта женщина с животным? Да, дорогая. Послушай. Мэтт, только не сейчас. Дамы и господа, с курса сообщаю, что острый прибыл. Начинаем волшебство. Не совсем перевод, точно я так слышу. И это была только прелюдия, а игра, собственно, сейчас вот должна начаться. День 1, понедельник. Ящик хлама и слишком много свободного времени. Все, что было до этого, это было, собственно, описание игры. И сейчас еще немножко из него будет. Поэтому хорошо, что я промолчал про этот отличайший спойлер. Ну и ночь-ка, бухло, рвот, кровь. Кажется, я сленый крик припоминаю. А, мне пора. Сегодня вроде как рабочий день и все такое. Будильник. Ни хрена. Коробка хламешника. Подождите. А, придется придать старую школу. Я просто не понимаю, где тут один раз надо кликать, а где два. Он как бы ходит. Носок. Господи. Зачем бросать носок? Пошел валяется. А, зачем мне брать носок? Да, труханы. Игровой автомат у него такой стоит. Плейбус. Я не настолько безумен. Уже давно только для... Для красоты. И только потому, что я не могу его... Что? А, он давно уже только для красоты, то потому, что я его не могу в двери пропихнуть, чтобы выкинуть. А, ладно, понятно. Гостиная. Идем. А, еще мой сдохший сосед там уже за стеной ручит где-то. Комната Мортимера. Ванная. Комната Рэндалла. А, я тут ни шагу не сделаю. Вдруг меня кто-то набросит. Ванная. Что, будем морду мыть, нет? Вешалка с уточкой. Я забрал вешалку с уточкой. Кран. Да. Не, вот надо экономить. Блин, ты что, на Украине? Не обижайтесь, если ты был с Украины. Просто нам показали в новостях социальную рекламу, где призывают экономить горячую воду, сидеть при свечах вместо света там. А, сегодняшние новости. О, свежие новости. Что? Читай. Он не хочет читать. Я сомневаюсь, что этот чувак вообще читать умеет. Полки, полки. Швабра. Из полезных хлам. Давай швабру возьмем. Швабра, вот швабру это нужно. Окно. Я не буду открывать окно, снаружи только шум. Пульт. А, сейчас не самое время. Я думаю, дело в том, что мы играем калиптоманам. Он готов брать вообще все. Коробки от пиццы. Я пальца не пишу, или это работа мертимера. Я не думаю, что в коробке с пиццей еще осталось пиццей. Я не могу. Холодильник. Дверца покрылась горкой льда. Можно и стараться, не выйдет. Может, его разморозить надо, раз такое дело? Или что там положено делать с этим гребаным в холодильнике? Плакат. Дюд! Написано на плакате. Это плакат из фильма... Висит и ладно, говорит он. Но это плакат из фильма Большой Лебовский. На плакате Дюдя. Он же чувак. Мортимер! Я на работу. А шо это такое? Шо это? В голове стучит от похмелья, и бессмерть опять ломится в мою дверь. Кто бы там ни был, предупреждаю. У меня отцовская пушка и жутко запущенный... Рэндал Хиггс, хорош нести поргу, открывай дверь. Мистер Маркони? А ты думал, что в лотерею выиграл? Открыл нахер быстро. Ох, я так рад, что это вы только больше так не делаете никогда. Чёрт возьми, Хиггс. Как не делать? Не пугайте меня так, я чё, штаны за вас не наложу. Чёртов макарони. Как ты меня только назвал? Макарони? Слушай, у меня была ужасная ночь. Клянусь, кто-то всё время шептал мне на ухо, что я проклят. Я почти уверен, что опять нассал в шкаф. Хм, ты знаешь, что за день сегодня? День платить, да? День весёлого арендодателя? Когда полагается просить жильцам долги за аренду? Остраумно, блядь. Ты давно должен был заплатить за аренду, а я до сих пор не вижу своих денег. Я не вижу мистер Маркони. Ладно, вам всё, пару дней просрочки, ничего ж страшного. Ты задолжал за три месяца. А, ясно. Наверное, произошёл какой-то сбой с документами. Проклятая бюрократия. Я поговорю с бухгалтером и сразу же с вами свяжусь. Хиггс, тебе бухгалтер нужен, как собаке пятая нога. Глупее от маски, я ещё жизни не слышал. Ну, а как же тот раз, когда я захотел заплатить золотыми монетами? Это были позолоченные пивные крышки. Три недели руки от позолота отмывал. А, мистер Маркони, я как раз хотел с вами поговорить, только такое чувство, что вам не понравится эта новость. Да, блядь, не сомневаюсь. Боюсь, что нам придётся расстаться. Чё, блядь? Я встретил другого, поймите меня правильно, а я вас всё равно люблю, но, боюсь, у нас ничего не получится. Чё за... Ничего не говорите. Лучше расстаться сейчас, пока желание не одержало вверх. Обнимите меня. Последний раз. Блядь, просто отдай мои деньги, как ты меня заебал. Мистер Маркони, у меня проблема. Ты с ней родился. Нет, не правда. В последнее время меня так помнятает работа, меня нагло эксплуатируют. Каждый день нужно доставить сотни посылок точно в срок и в идеальном состоянии. А знаешь, что самое херовое? Да мне похуй. Клиенты думают только о себе. Никто не скажет спасибо или всего хорошего. Все меня в ноги вытирают, а ведь... А я ведь тоже не железный. Вечно придираются. Посылка помятая, из неё не должно капать. Вашим лист адресом. Почему нельзя просто поставить свою ёбаную подпись и оставить себе дебильную памятную посылку? Рэндалл. Да, мистер Маркони. Ты работаешь в худшей службе доставки в городе, и у тебя больше времени уходит на раздумие, как снять с работы, чем на саму работу. Что вы, мистер Маркони? Всё вообще не так. Всё именно так, Рэндалл. Ты мне как сын. Понимаешь, что это значит? Что если мы обнимемся, это будет инцест? Бог мой, твои родаки, наверное, чувствуют себя идиотами, потому что так долго кормили тебя и убирали за тобой дерьмо. Спасибо, мистер Маркони. Всегда мечтал о таком отце. Пришлю вам открытку на день отца. Украшу макарошками и блестяшками. Как ты меня заебал, Хиггс. Бери пример со своего соседа Мортимера, вот кто умеет работать. Хомах, в смысле? Да он уже полгода из комнаты не вылезает. Мортимер, идеальный жилец, сидит тихо. От него никаких проблем. А ты только и делай, что портишь мне кровь. Мистер Маркони, мы это уже обсуждали, а я вам обещал больше никаких мегафонов после десяти вечера. А Мортимер, по-моему, вообще говорить не умеет. Оставь его в покое. Научился бы той ответственности, Хиггс. Возьмись за ум в конце концов. Да-да, минутку. Кстати, вы обещали вернуть мой мегафон. Господи, гони мои деньги. Кстати, о Мортимере. Это он вам задолжал. А меня только что осенило, а я еще на прошлой неделе отдал свою половину Мортимеру. С меня хватит, Хиггс. Твой сосед, занятой человек. Не впутывай в его свою ложь. Проблему нужно решить прямо сейчас. Я с места не сойду, пока не получу оплату. Знаете, мистер Маркони, ходят слухи, что у вас столько денег, что вы не знаете, куда их девать. Шо я? По-твоему я похож на богача, Хиггс. А, знаете, если подумать, вы скорее похожи на чувака, который живет под мостом. Да ты остряк, я смотрю. Знаешь, все один звонок, и ты превратишься в корм для рыб. Не, я не особо люблю морских жителей. Но одно ясно. Вы человек состоятельный. И не заметите, если не заплачу в этом месяце. Хиггс. Ладно, мистер Маркони, я что-нибудь придумаю. Ай, мне надо придумывать теперь. Товарищ Мортимер. Товарищ Мортимер, тревога, красный код. Мэйдей, Мэйдей, старик Маркони требует выплатить все долги сегодня же. Ёпка. Мортимер, хватит дурачиться, гони мои деньги, и завтра утром найдешь у себя под одеялом моим. А в следующем станешь ты. Я скажу ему, что ты пишешь в миссис Маркони любыми послания, и тебе пиздец. Ничего не понял. Мы же договаривались. Один рык значит нет, два рыка значит да. А теперь у меня жгучее желание выломать двери, но скачайте по ебальнику. Что, что? Уже три рыка? Чувак, один рык значит нет, два рыка значит да, три. Что это за чушь? Мортимер, я никогда не выучу твой дебильный язык. Давай опять говорить по-клигонски. А, я туда ни шагу не сделаю. Так, и теперь время что-то, видимо, решать. Тесная конвера для своего храма. Мне нужны деньги для гребаного Маркони, да? Хорошо. У меня есть... Где мои предметы, кстати? Может что-то в комнате у себя оставил. Плакаты. О, пожарная лестница. Отличная мысль. Люблю железную траву. Они очень успокаивают. Успокаивает. Это что за хрень? Пожарная лестница? Наверное, стоит еще раз обдумать. А, вот и все. Но что же, в общем и целом-то все понятно, что это игра. Это такой интерактивный комикс, где в основном надо читать. Абсолютно все диалоги используются. То есть нету правильного и неправильного. Ну, по крайней мере, до этого момента я такого не встретил. Все равно все варианты, то есть все фразы будут сказаны. На этом, собственно, первый взгляд на нее и закончится. Набежите, что вы о ней думаете. Все такое. Адье.